Несколько дней назад в художественном музее Кума открылась выставка, посвященная исландскому искусству. Вот об этой выставке и о других мероприятиях, которые также проходят в Куму, мы сегодня поговорим с главой департамента маркетинга и коммуникации музея Хелена Тедра. Доброе утро. Доброе утро. Хелена, скажите, пожалуйста, почему вам пришла идея познакомить наших любителей искусства именно с искусством Исландии? Ну, я думаю, что для эстонцев или жителей Эстонии, или в нашем регионе всегда был интерес, например, к Ирландию, к Исландию, к Норвегию. К Скандинавии. К Скандинавии, можно так сказать. Там чуть-чуть и мистики тоже такое. Если вы приходите посмотреть на эту выставку, сага рассказа исландского искусства, там в самом деле есть такая мистика, такая неземейная культура, можно так сказать. И для меня было очень приятным сюрпризом, когда куратор, германский куратор выставки сказал, что, например, на сегодняшний день в Исландии есть место для работы, для людей, кто посмотрит, где живут феи. Так что... Настоящие феи. Настоящие феи, конечно, настоящие. В этом регионе очень много мифов, связанных с Британией. Это и легенда о короле Артуре, о Камелоте, о Экскалибуре. А что мистического в выставке, которая связана с Исландией? Я думаю, что если на эту выставку посмотреть, вы чувствует этом природу. И там нет таких очень актуальных современных тем до 21 века. Но у них какая-то... Это можно сказать религия, но это не в прямом смысле. Очень интересные картины, инсталляции. Например, одна работа от всемирно известного певица Бёрк. Так что я думаю, что это очень интересно. И начинается все это с середины 19 века. Так что мы можем смотреть на всю историю исландского профессионального искусства. Ну не только выставка, посвященная исландскому искусству, проходит в Куму. Я знаю, что у вас проходят кинопоказы. Вот недавно была показана картина «Бегущий по лезвию» в музее. Как часто вообще проходят подобного рода вечера? Мы сами организуем каждую среду в 6 часов бесплатные сеансы. Это документальное кино. И только документальное кино. Но у нас арендуют нашу аудиторию очень много разных. И на фильм-показы, и концерты, и театры. Так что у нас почти каждый вечер что-то есть, на что смотреть. Документальное кино – это производство эстонского или, в принципе, просто документальные фильмы каждую среду? Как вы отбираете эти фильмы? У нас есть специальный человек. Он очень хороший профессионал. И как мы получаем наши отзывы, все всегда очень довольны. В этом месяце 22-го числа в Куму пройдет некий молодежный вечер. Чем отличается искусство для молодежи от искусства для людей более, назовем это, старшего поколения? Каковы потребности сегодня молодежи? Я знаю, что в Русском театре несколько лет назад прошел молодежный фестиваль «Артфрик». Да, вот та подобная. Вот как сегодня молодежная культура представлена в Куму? Ну, у нас есть всегда выставки на самую последнюю, как это сказать, тему. И тему, и самые молодые авторы, художники. Так что у нас есть для каждой поколения что-то. Но я думаю, что с молодежью надо говорить и объяснять эту нашу культуру, сегодняшнюю культуру, как они это понимают. И с этим языком, как они это понимают. Потому что у нас есть, например, и специальные экскурсии для пенсионеров. Так что им надо, наверное, говорить чуть-чуть по-другому, чем человеку, кому 20 лет. Но я в Куму бываю достаточно часто. Хорошо. Это очень хорошо. И вот что именно интересует из этой большой экспозиции сегодня молодежь больше всего? Это какое-то современное искусство все-таки? Или это более то, что приближено к классическому? И что вы пытаетесь до них донести? Наверное, это зависит от человека. Но я думаю, что, например, уже на этой выставке исландского искусства было очень много молодежи. Сейчас есть тоже такая необычная выставка о произведениях звуков. Звуки и художества, так сказать. И это тоже что-то абсолютно нетипичное. Мольчане золото это называется. Молодежь наверняка высоко ценит выставочные залы на пятом этаже Куму, которые традиционно отданы на откуп современному искусству, о чем я как раз и говорю. Все ли покидают эти залы довольными? Ну или бывает, что современное искусство, как это часто бывает, оно оставляет несколько шокированным состоянием? Потому что это искусство, которое надо понимать немножко с другой точки зрения, наверное. Но я думаю, что это тоже надо сделать, чтобы не всегда было в зоне комфорта, а показать что-то другое, или чтобы человек начался подумать об искусстве. Что сейчас происходит интересного еще в других отделах, филиалах музея? Ну потому что музей Кумы — это не только художественный музей, это и Кадриорский художественный музей, музей Никеля, много разных. Да, это и Пушкинский домик. Что еще происходит интересного? Я думаю, что, наверное, будет очень большое событие, это будет через неделю. В пятницу мы открываем в музее Кадриорге выставку, посвященную братьям-близнецам-художникам фон Гюгельгенам. Они работали в начале XIX века и в Петербурге, и в Дрездене, и, конечно, здесь в Тайлине. И что, по-моему, очень хорошо и очень важно, что первый раз через 25 лет будут у нас выставлены картины из коллекции Государственного Эрмитажа. Так что я думаю, что это для нас событие. Я думаю, что это событие и может стать и для наших телезрителей. Коллекция Государственного музея Эрмитажа представляет действительно большой художественной ценности и интерес для любителей искусства. Я напомню, что к нам сегодня в студию заглянула глава Департамента маркетинга и коммуникации Художественного музея Куму Хелена Тедра. Спасибо вам большое, что нашли время и пришли.